Происхождение слова гетто уходит далеко в историю. В 16 веке в Италии так назывался район, куда сбрасывались различные отходы. Это место грязи, отдельная территория, неприятная для комфортной жизни. Под эту характеристику попадает большая часть Рязани. В нашем провинциальном городе укрепилось мнение, что для создания новых парков больше нет территорий и для скверов также нет места. Мы решили развеять этот миф. Даже те пустыри, которые можно благоустроить и превратить в сквер, люди продолжают захламлять мусором. Как выяснилось, здесь недавно исчезли мусорные баки. Безусловно, странно, что в городе регулярно уменьшается их численность, но еще более необычно ведут себя сами рязанцы. Если бы на этом месте они посадили дерево, цветы, кустарники, своими руками сделали бы песочницу, вряд ли ее кто-то пришел и сломал бы. А сажать цветы не запретили бы и представители администрации. Мусор-то никто не запрещает выкидывать. Он лежит, его даже не вывозят. Это вопиющий случай на главной площади. А что делается у стен Кремля при подъезде к пристани? Нет ощущения, что сейчас отсюда вылезет Кикимора болотная. А это, между прочим, центр города. Эта дорога – единственный подъезд к пристани Кремля. Вдоль нее течет река Лыбець, на берегу которой чего только нет. Диваны, телевизоры, бытовые отходы, одежда, тапочки, горы мусора. Вокруг вековые деревья, сломанные ветки, заросли, кусты, какой-то непроходимый лес, сквозь который виднеются купола. Почему эти дебри, которые летом покрываются большим количеством зелени, находятся в таком состоянии, когда в Рязани речь идет о том, что не хватает места для создания больших парков? Почему бы не сделать из этого места парк? Вырубить половину кустарников, деревьев старых, расставить здесь скамеечки, люди бы с удовольствием приезжали и гуляли бы в центре города. Видимо, рязанцам комфортно жить в такой атмосфере. Все смирились с происходящим и замыленный глаз не обращает внимания на горы мусора. Остается одна загадка, что происходит в голове у тех, кто устраивает эти свалки. Психологи утверждают, что такое наплевательское отношение к экологии – отражение того хаоса, которое царит в головах людей и в системе их ценностей. Специалисты говорят, что это вопрос воспитания. Если вспомнить времена Советского Союза, тогда была чистота и понятие «социальный стыд». Стыдно было бросить фантик от конфеты мимо урны, натоптать грязной обувью там, где только что вымыли полы и оставить под кустом мешок с мусором, даже если этого никто не видит. Люди, жившие в СССР, учили детей – не надо мусорить. Это наша родина, наша земля. Ее нельзя загрязнять. Понимание приходило, и в доказательство этому на улицах дежурили пионеры, которые следили за чистотой. Сейчас нет социального стыда и желания заботиться об общем. Есть только сам человек и его личные потребности, но скоро за горой мусора он станет совершенно незаметным.